6 марта в Межпоселенческой районной библиотеке Лебяжья пройдет праздник с участием клуба «Вдохновение» для «Милых дам». На нем предусмотрена развлекательная программа с чаепитием. 7 марта в социально-культурном центре состоится концертная программа лауреата всероссийских и международных конкурсов Зауральского оркестра народных инструментов Курганского областного музыкального колледжа имени Дмитрия Шестаковича «Мы славу женщине поем». В районном Краевическом музее начнется «Масленичная неделя». Жителям района предложат игровую программу в рамках проекта «Живые традиции. Ах ты, масленка, дорогая». 9 марта состоится межмуниципальное методическое мероприятие педагогов дошкольных образовательных организаций – организация работы по взаимодействию с учреждениями социума. 11 марта в детской школе искусств пройдет заседание семейного клуба «Загляните в мамины глаза», где будет оформлена экспозиция работ учащихся, организованные беседы и выступления ансамбля. 11 марта состоится презентация выставки кукол из личной коллекции Светланы Григорьевой «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». В Мишкинском районе «Масленичная неделя». 7 марта на площади районного поселка Мишкино катание на лошади – игровая программа «Встреча». 9 марта выставка блинов под названием «Лакомка». 10 марта начнут свою работу игровые площадки «Разгуляй». 11 марта Мишкинцев ждет развлекательная программа «Тещины блины». 12 марта на площади поселка конкурсная игровая программа «Золовкины посиделки». А 13 марта Мишкинцев ждут на театрализованное представление, как на «Масляну неделю» спортивные соревнования на площади поселка. 7 марта в первый день «Масленицы» в Петухово запланирована игровая программа «Встреча». Она пройдет в музее. 8 марта в Центре культуры состоится праздничная программа «С любовью к женщине», посвященная Международному женскому дню. В программе поздравления с праздником – концертная программа с участием детских и взрослых коллективов и солистов. 10 марта в детской библиотеке состоится игра «Викторина. Настоящие детские сказки», посвященная 110-летию великого мастера и выдающегося режиссера киносказочника Александра Роу. 13 марта на центральной площади города пройдут народные гуляния «Масленицу катаем, праздник отмечаем», посвященные проводам Масленицы. В программе поздравления главы города Петухова Евгения Дроздецкого, настоятеля Богоявленского прихода протеерея отца Георгия и хора Певчих, председателя автономии казахов в Петуховском районе Сайлаю Давлетова. Также гостей ждут театрализованное представление, игры, конкурсы, концертные номера, сжигание чучело-масленицы, угощение блинами и торговые ряды. В Сафакулевском районе продолжается фестиваль педагогического мастерства. В течение этой недели пройдет несколько этапов данного конкурса по номинациям на лучшего учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя детского сада. Открытые уроки проходят на базе Сафакулевской средней школы, где педагоги демонстрируют уроки, используя самые передовые методики работы с детьми. Конкурсантов оценивают члены жюри, в состав которого вошли победители фестиваля прошлых лет и специалисты районного отдела образования. В районном центре досуга пройдут торжества, посвященные Международному женскому дню. По задумке организаторов, в этом году он пройдет в виде концерта-сюрприза. Для гостей подготовлены множество неожиданных импровизаций и выступлений. Большое торжество в честь дня рождения Сафакулевского района пройдет 11 марта. Глава района Рашид Хайернасов отчитается перед депутатским составом и гостями праздника о деятельности администрации Сафакулевского района по социально-экономическому развитию муниципального образования, а также вручить награды труженикам села. Также в этот день удостоверения получат граждане, которые занесены в районную доску почета. Торжества будут сопровождаться праздничным концертом. В этот же день, 11 марта, в Сафакулево выступит эстрадно-молодежная группа «Далан» из Республики Башкортостан. Репертуар группы составляют как башкирские народные, так и песни известных композиторов республики. Ярким подтверждением самобытности и уникальности коллектива является звание лауреата международного конкурса тюркской молодежи «Урал-Мона-2002». Спартакиады сельских поселений продолжаются. В воскресенье пройдут соревнования по перетягиванию каната. Для района этот вид спорта скорее редкость. В мероприятии примут участие жители сел и деревень. 11 марта в школах Целинного района проводится единый день акции психологической помощи в профессиональном самоопределении. 12 марта запланированы соревнования по мини-футболу среди учащихся в зачет районной спартакиады школьников. Два дня, 12 и 13 марта, отданы под 8-й кадетский слет в селе Большое Чаусово, в котором примет участие команда Косолаповской средней школы. 7 марта в Шатровской детской библиотеке фольклорный праздник, как на масляную неделю из печи блины летели. На праздничный концерт все для милых и любимых ждут в этот же день в районном Доме культуры. Там же подготовят выставку «Рук волшебное творение». 9 марта пожилые соберутся на заседание клуба ветеранов «Рябинушка» на мероприятие с праздником весны. А 10 марта клуб «Сударушка» в Центральной библиотеке представит фольклорную программу «Вкусная масленица». В этот же день активные семьи соберутся в детской библиотеке на игру-конкурс «Маленькая хозяюшка». А 11 марта семейный клуб «Очак» в Центре социального обслуживания проведет вечер отдыха в гости на блины. Шатровский краеведческий музей устроит тематический вечер. Их труд достоин чести, а ветеране труда Ядрышникова Евсталия Афанасьевне. На этой неделе учащиеся детской школы искусств примут участие в 33-й международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда». Он пройдет в Тюмени. 13 марта отмечаем прощенное воскресенье. В районном Доме культуры праздничное гуляние. Открывая ворота, в гости масленица пришла. 10 марта в Курганской областной универсальной библиотеке имени Югова запланировано областное совещание директоров муниципальных библиотек Курганской области «Год литературы. Победы и потери». 11 марта библиотекари Юговки соберутся на круглый стол, нужна ли писателям-критикам. 12 марта городской центр культуры и досуга проведет 14-й конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ». Он проходит в рамках конкурса «УФО». 11 марта Курганский областной кривический музей откроет выставку «Музей из века в век». 13 марта Курганская областная филармония приглашает жителей на концерт «Аккордеон музыка разных стран» в рамках детской филармонии. В этот же день городской центр культуры и досуга проведет территориальный этап областного фестиваля художественной самодеятельности старшего поколения «Мы вместе». В воскресный вечер областная филармония организует концерт для своих Юрия Гальцева.